Всем привет! С вами канал Обзор Иврик. Сегодня к нам на обзор прилетели две посылочки. Одна желтая чуть поменьше и вторая белая чуть побольше. В белой я знаю, что лежит. Там лежат немцы, экипированные, с противогазами какими-то крутыми, новыми. Откроем, посмотрим. Мне кажется, будет интересно. А вот в этой маленькой посылочке я даже не знаю, что лежит. Давайте ее откроем первую и посмотрим, что там лежит. А потом уже перейдем к немцам. Ну что ж, сначала прочитаем предупреждение, которое нам написали китайцы. Внимание, риск удушения, мелкие детали. Они, по-моему, написали это на всех языках. Ну, молодцы, конечно. Фигурка, по-моему, уже собрана, как я вижу. Так что собирать нам ничего не придется. Давайте ее просто открыть. Выпали некоторые части. Одна из них борода. Давайте бороду сразу наденем ему. А так, в принципе, китайцы все сделали на за нас. Они фигурку даже собрали за нас. В руках у него два очень крутых бокальчика. Скорее всего, именно из-за этих аксессуаров я и взял эту фигурку. Потому что такие бокальчики из лего стоят очень дорого. Хотя недавно мне в посылке ее присылали. Не помню уже, каким цветом. Ну, а эти лишними точно не будут. У меня уже много есть деталей для создания какой-то лаборатории, что ли. Такая вот фигурка. Ну что ж, давайте отложим ее в сторону и будем открывать большой пакет, в котором у нас, по идее, должны лежать немцы. В посылке было всего лишь 4 пакетика. Это четыре мини-фигурки. Три мини-фигурки немцев и одна мини-фигурка какого-то сватовца. По-моему, это довольно крутая мини-фигурка. Мы ее давайте сейчас прям соберем на камеру, а потом я уже сам соберу вот эти мини-фигурки. Три оставшиеся. Ну и покажу уже вам. Ну что ж, друзья, давайте смотреть, что мы собрали и что у нас получилось. Все фигурки мне понравились. Они все очень крутые. Спецназовец у нас получился вообще шикарным. У него есть наколенники, которые очень легко слетают. Давайте я пробую еще раз их одеть, чтобы вам показать, как он выглядит в них. Вот так фигурка выглядит в полной экипировке. Очень круто. Есть, правда, небольшой минус. Это то, что очень быстро слетают ноги. Хочется прям приклеить на какой-нибудь клей-момент. У него в руках есть автомат. Также есть броня. Сзади есть рюкзак. Вот наколенник опять вылетел. Ну, два наколенника, как я уже говорил. Очень крутое лицо. Шлем. И еще есть вот такая штука. Это типа очки. Они на резинках. Я не знаю. Возможно, получится даже одеть ему на лицо их. Давайте попробуем. Да, немного сложновато одевается, но на лицо ему тоже их можно одеть. Можно даже, наверное, убрать шлем, одеть очки, а потом надеть шлем. Давайте попробуем. Не, ничего не получается, потому что очки слишком здоровые для него. Они одеваются просто на шлем. Ну что ж, вот такой спецназовец. Очень прикольный. Не помню, за сколько его купил. По-моему, рублей за 60. Где-то так. Ну, мне кажется, это очень даже недорого. Давайте его отставим в сторонку, посмотрим, что за оружие нам дали в конфликте. Это немецкое оружие, штурмовая винтовка, штурмгервер. Потом МГ-42. Это, по-моему, Тайп-пулемет. МП немецкое. Это у нас Маузер. Потом, не помню, как называется. Это, по-моему, британский Стэн. Ну и пистолет Люгера. Вот такая экипировочка. Ну, еще есть экипировка у самих немцев в руках. Итак, давайте посмотрим на немцев. Так выглядит торсик немецкий. Сзади тоже есть принт. Очень крутая шапочка. И очень крутой респиратор. Вот из-за этих респираторов, противогазов, я именно их и покупал. Потому что их можно использовать хоть где. Хоть в Сталкере, хоть в метро. Ну, в общем, там, где я их обычно использую в самоделках. Давайте посмотрим на второго немца. Экипировка у него таким же цветом, тоже камуфляж. Сзади тоже есть принт. И на голове вот такой крутой противогаз. Выглядит прям очень круто. Он одевается не на голову, а под низ головы. То есть его можно вот так снять. Ну и последний немец, он в традиционной такой серой немецкой форме. Сзади тоже есть принт, но он такой скутненький. На голове шлем немецкий, песочного цвета. Голова, кстати, очень прикольная. Мне такие нравятся. Выглядит прям как живая, принтованная. Очень классная. И такой же противогаз, как и у второго нашего немца. Не знаю, как вам, но мне все эти фигурки очень сильно понравились. Потому что в каждой из них есть что-то новое. Китайский прогресс у нас не стоит на месте. У этого, например, противогаз, респиратор, ну или те же самые очки резиновые. Я как бы первый раз их вижу. Если вам понравились эти мини фигурки, вы хотите купить, ссылку я оставлю на них в описании. Стоят они недорого. Каждый из них не более 70 рублей. Как-то так. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.